девочки всем привет сегодня у нас будет разбор очередной недели марта я не записывала ну как я обычно делю на ароматы которые собираюсь планирую использовать на неделю и разбор не было у меня как-то желание и сил поэтому я решила оставить но показываю вам что уносила и соответственно вам может быть видео будет немножечко длиннее чем обычно потому что обычно я делю где я описываю ароматы и ноты и потом вот как она была в носке девочки аромат я подбирала спонтанно то есть мне вдруг вспоминается аромат я его брала и начинала носить и первый аромат это был про бланка и и мне кажется это невероятно чудесный аромат весны это аромат с белыми цветами невероятно нежный не слишком яркий при этом все равно заметный не отвлекает не слишком заполняет пространство он такой и легкий и свежий и в то же время да как я уже сказала ощутимый даже я бы сказала что это здесь есть как как ощущение такого вкусного крема или дорогого геля для душа это ощущение чистоты однозначно он дает что-то такое из уходовой косметики но не дешевый а именно дорогой вы знаете обычно дорогая косметика она более такая парфюмированная и одушку нее не слишком навязчиво если так не задумано специально а более такая нежная у нас теплая погода днем когда я возвращалась домой у нас доходила на этой неделе на солнце аж до двадцати восьми градусов вы представляете да многие люди ходили в шортах и футболке но в теньке уже было по весеннему но тепло но по весеннему то есть прохладно было то что я в свитере ходила было уместно что-то еще про этот аромат в общем аромат белых цветов он чуть-чуть может быть пудровый здесь ярко ощущается мне так кажется что это водяная лилия то есть вот эту свежесть я связываю именно с ней а здесь про миде есть также пион и белая роза но я вот эту вот сладость розовую не ощущаю и розу отдельно тоже не ощущаю ездить в пирамиде вижу водная мяты и ланг-ланг то есть достаточно такие характерные нотки но все это на мускусной основе но как-то невероятно легко смотрится это отдельные ноты я не замечаю как я его описал так оно есть прекрасный аромат какие ароматы я буду носить на последние недели марта тире начало апреля я еще толком не знаю но может быть у меня есть желание оставить этот аромат и на следующую неделю хотя хотелось бы дать шанс другим ароматом но если рука тянется то зачем откладывать вот не знаю подумают девочки так следующий аромат который я опять взяла в неделю мне кажется я не знаю я его носила в прошлом году в сентябре прямо не снимая девочки и его кстати видите не такой у него прям супер сильный расход так забыла представить вам аромат такой красивый флакончик это amber эликсир кристалл аромат сам по себе задумывался как акватический аромат не столько солоноватый но такая должна быть но там нота воды здесь и действительно в начале я ее очень явно ощущала она для меня прямо доминировала очень сильно мне казалось что это такой свежий фруктовый аромат сейчас через время аромат то есть это в начале было в сентябре я его открыла совсем по-другому в нем начала преобладать свежий не свежесть а сладость и сладость такая довольно мощная потом выходит за сладостью акватика акватические действительно вот ноты и все это на фоне сладости но салты знаете какая вот здесь в пирамиде заявлено я думала что может давать эту сладость потому что эту сладость ты как-то не можешь определить в какие-то рамки можно сказать что может быть это фруктовая сладость но может быть это и цветочная сладость или что-то наполовину но я посмотрел в пирамиду и здесь в базе Сахарный тростник, кокосовое молоко и ваниль Все эти ноты иногда в аромате преобладают Ноты кокоса, она прям такая явная Она дает ощущение отдыха, отпуска Какой-то тропической страны И здесь этого вообще нет Кокос отдельно вообще не чувствуется Ваниль отдельно не чувствуется Вот как я вам рассказывала про аромат Султан, как же он называется Велюрнуар от Жан-Артес Там вот явно чувствуется ваниль Или у Жан-Артес ваниль и ланг-ланг Или ваниль и ланг-ланг Называется как-то так Аромат, тоже ваниль чувствуется Или вот Ля Риф Тачу Вумен Тоже явно чувствуется То есть есть ароматы, в которых вы прям узнаете ваниль Здесь ваниль вот никак так не чувствуется На мой нос Ну может быть, может быть, саму малость Прям я не знаю, как разнюхивать нужно Но вот общая сладость есть Амбру я здесь вообще практически не чувствую никак И есть сладость Есть сладость, знаете, как это, цветок, цветка апельсина Вот какого-то белого цветка Я бы, может быть, сказала бы Шасмин Но Шасмин я тут не чувствую Его нет в пирамиде Ну, значит, это, наверное, цветок апельсина Фиалка, ну не знаю Честно говоря, не знаю, как фиалка пахнет Вот хотелось бы какой-нибудь яркий фиалковый аромат Чтобы начать как-то ориентироваться в нотах фиалки Может быть, я ее и чувствую Но не узнаю, девочки Пока такого аромата с преобладанием вот этой цветочной ноты у меня нету Ну вот, девочки, это, в принципе, все, что я могу сказать про сам аромат А в носке какой он невероятно приятный Я его больше люблю наносить на верхнюю одежду То есть на какие-то свитера, на куртке Потому что он так вкусно пахнет на улице, на свежем воздухе Невероятно, ты просто ощущаешь вокруг себя вот это какое-то сладкое облако Не хочется ничего анализировать Хочется просто, я не знаю, жить, жить хочется Вот, чудесный аромат Дарил мне очень много радостных таких моментов Следующий аромат Девочки, невероятная милая красота От Жан-Артес Сниму вот это буа перьевое Но мне нравится, я не хочу избавляться от него Так флакончик прям очень минималистичный У меня есть этот аромат девочки в запасе Я его прикупила, когда он стоил, по-моему, там 6 евро Потому что аромат довольно яркий Он очень фруктовый То есть здесь больше преобладает фруктовая сладость На такой подложке Чуть-чуть ванильную Но опять же таки ваниль я тут как ваниль не ощущаю Потому что другие ноты, верхние и средние Они преобладают Здесь в верхних нотах лимон и тенжерин В средних нотах красное яблоко и жасмин В базе ваниль, малина, мускус и сандал Вот интересно, что мне жалко, что малина конкретно я не чувствую Мне кажется, что я какое-то фантазийное яблоко действительно красное чувствую Что-то цитрусовое, да, есть, но оно очень легкое И жасмин, но он тоже такой не явно выраженный А просто какую-то сладость белых цветов дает А вот жалко, что малину я не чувствую И потом просто как будто древесная подложка чуть-чуть Вот так ощущается у меня этот аромат Необыкновенно классный Очень мне нравится, что он легко носится Что он, как сказать, он не доминирует вокруг себя Он вроде как сладкий, но в то же время он и свежий такой Мне нравится стойкость, что у него средние 3-4 часа Потому что из-за того, что у него есть характер То хочется потом что-нибудь другое поносить И мне кажется, что для весны, для лета или для осени он чудесный Хотя осенью хочется уже каких-то согревающих, спецовых ароматов Но для хорошего настроения, я считаю, чудесный аромат Повторюсь, это Жанна Артез Love Generation Sexy У них Love Generation очень большая там серия И вот это именно секси Мне кажется, его не перепутаешь, если его искать Где-то приятный аромат, такой нюдовый Приятные очень в носке Так, девочки, идем с вами дальше Взяла я и аромат Бритни Спирс не забыла Решила взять именно этот Intimate Потому что, мне кажется, я им в прошлом году пренебрегала Он аромат сладкий Но он из всех ароматов фэнтези Серии фэнтези у Бритни Спирс Он, наверное, такой более нежный Вот эта сладость такая не слишком громкая Не слишком какая-то сахарная Не вареньевая, ничего вот такого Но он и называется Intimate То есть такой более интимный Он не громкий Он не будет... То есть его нужно либо много пшиков делать И потом обновлять Он не супер-супер стойкий какой-то И что мне нравится Нравится именно его умеренная сладость Он уходит, наверное, все-таки в гурманику больше Эта сладость Но эти сахарные ноты переплетаются С цветочной сладостью Ну это я так себе фантазирую Здесь, конечно, есть и какие-то свежие нотки Но они как будто разбавляют аромат И не делают его таким вот обычно сладким Какие вот ароматы Ой, девочки, как называется этот? Сине-фиолетовый флакончик Или вот классический флакончик Ну, короче, он менее сладкий И здесь у него очень классная такая интересная пирамида Здесь есть и личи, и лимон, и тростниковый сахар И цветы тоже есть Жасмин и ландыш есть Леотроп есть В базе ваниль, белый мускус и бензоин Вот это все как-то так смотрится вместе И дает, как сказать Вроде дает сладость Но она не удушает На весну, мне кажется, идеальный аромат Довольно... Не могу сказать, что прям супероригинальный или уникальный Но вот для работы идеальный, мне кажется Вот, не буду дальше долго его расписывать Потому что еще есть другие ароматики, о которых я хотела поговорить Недолго буду говорить об аромате Персивью Что-то у меня в этот раз он очень разочаровал Разочаровал тем, что прямо слышу я цитрусы И потом акватические ноты И на этом как-то все закачивается Для меня, может быть, я еще, знаете Какую-то, может быть, сладость По-моему, если не ошибаюсь Там дыни в пирамиде, да, есть Мне кажется, может быть, я фантазирую Я чувствую потом еще сладость дыни какой-то Ну, вот так вот это остается Какой-то он очень бедненький на раскрытие Но на жаркие дни я, наверное, возьму его в следующий раз Летом, наверное, только На жаркие дни, думаю, он самый то приятный будет Потому что там и не хочется каких-то сложных Не всегда хочется сложных, тяжелых ароматов Поэтому, да, вот это все, что я могу, хочу про него сказать И мы с вами двигаемся дальше Также носила я и до стены Упал у меня глаз на него И захотелось какой-то такой сладкой Сладости терпкой И сразу подумала о нем Дестене он, девочки, скажем, как, ну, закос или аналог на Libra и в Сан-Лоран Но аромат Libra Я... У меня не пробник Не знаю, пробник, по-моему, у меня такого в миниатюрке не было Пробника, но был... Ой, девочки, как это называется? Вот как в фольга и в фольге немножечко аромата Вот такого типа пробник у меня был Я знаю, как пахнет Libra Понравился мне аромат Для меня аромат Libra, он более такой лавандовый Там еще, помимо цветочных нот Там есть... Я не знаю, база там более яркая Цветы более яркие Вот этот аромат мне нравится сам по себе Я не хочу его сравнивать с Libra никак Хочу его рассматривать как отдельный аромат Не косящий ни под кого И вот он мне безумно нравится Потому что лаванды на самом деле здесь нет такой яркой Она где-то там перемешивается с другими нотами Ощущаются здесь ягоды, фрукты Очень ярко для меня Мне кажется, что может быть... Может быть мандарин Может быть... Здесь черная смородина Вот это дает какую-то терпкость ему База у него цедра, амбра и ваниль Цедра может тоже какую-то терпкость создавать И есть цветы Но, как я уже сказала, лаванду я здесь ярко не чувствую То есть это не то, как в аромате кови, например Где я прямо отчетливо слышу ее И она так классно обыграна Здесь совсем другой аромат И мне нравится, как я уже сказала Сладость и терпкость его Вот, вспомнила, поносила разочек Но потом у нас быстро настали такие довольно теплые, жаркие дни Ну, жаркие, да Возвращаясь с работы, я даже вспотевала Поэтому такой его не хотелось уже носить Следующий аромат и последний, девочки Это был аромат Burberry London Очень мне в начале безумно понравился аромат Потому что я здесь отчетливо слышала именно розу Через время он у меня здесь начал преобладать Начал преобладать именно жасмин Меня это, конечно, немножечко, наверное, расстроило больше Потому что мне бы хотелось больше Больше вот этой какой-то смеси или букета В этот раз было чуть получше Мне кажется, что я кроме жасмина еще что-то чувствовала Но я поняла одну вещь, девочки Что я не хочу себе его в сотке Я даже не хочу его в 50 мл Мне 30 мл будет хватать И если его не снимут А я думаю, что такой аромат не снимут То я, если по нему соскучусь И когда-нибудь закончу То я куплю себе опять в 30 мл Потому что... Ну если... Для меня он просто надоедливый стал И у меня очень много ароматов жасмина Жасмином... Поэтому нет Если бы у меня было меньше ароматов с жасмином Я бы, наверное, 50 мл бы себе хотела На каждый день его использовать Не знаю Мне он быстро надоел Но попользовалась я им в удовольствие Так, здесь в пирамиде есть и цитрусовые Танжерин и клементин Ну это что-то вроде... Танжерин что-то вроде апельсина А клементин это как мандарин И есть роза пион Опять же таки я их, к сожалению, не так ярко чувствую Как в первые разы, когда я носила, разнашила этот аромат А вот жасмин, да Он для меня теперь очень преобладает в этом аромате Базу тут тоже мощная, я как-то не чувствую В базе мускус сандал почули Но я ее не чувствую так Приятный аромат Но тридцатки мне хватит Вот, девочки, это вся была моя неделя Какие ароматы я буду носить На этой неделе, честно сказать, я не знаю Я еще не решила Не буду больше затягивать видео Девочки, всем вам хорошего дня И до следующего разбора Или до следующей ароматной недельки Всем пока-пока